Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на автодромах в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники ГИБДД будут оценивать готовность будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Проведение экзаменов на заранее определенных городских маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители. Эти правила коснутся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях. Также вводится процедура аннулирования экзамена, в случае подачи недостоверных сведений, в случае подачи жалобы кандидатам-водителей, также в случае получения информации от компетентного органа иностранного государства, а отсутствие сведений о получении иностранного водительского удостоверения. Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. В отдельный блок вынесены грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу. Это, например, непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения. Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступать, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.